Девушки отдыхают Вы знаете, ваш папаша, пардон, пардон, господин Шелихов умер собственной смертью от инфаркта прямо на следующий день после того, как покинул клинику. Вот заключение эксперта о том, что он уже давно покойник. Ну, обстоятельства, при которых он оказался на дне пруда, они еще выясняются. Но ясно одно, что тот, кто все это задумал и кому все это было выгодно, ну, в прямом смысле слова, как говорится, спрятал к концу водки. Меня интересует, кого вы видели на записях камер. Не торопитесь. Дайте обо всем по порядку. Начнем с другого трупа. Версия о том, что на причале усадьбы Шелихов был найден египетский миллионер Джафар Аль-Хараби, мне всегда казалось дикой. Мы осторожно набили справки и выяснили, что Джафар Аль-Хараби жив и здоров. И уже как год не покидает Европу, где он живет в настоящее время. Что это значит? Дорогая вы моя, Елена Владимировна, как вы могли подумать, что человек, убитый на вашем причале, это египетский миллионер? Это французский безработный Карим Амина, который действительно очень похож внешне на Джафар Аль-Хараби, но это не он. Его использовали, как жигола. Прошу прощения, я не обязана все это выслушивать. Продолжаем разговор. Карим Амина прибыл в Россию где-то около полутора месяца назад. И отмечу не ради осмотра достопримечательностей. Нет, конечно нет. Его использовали еще во Франции. Ему было сказано прибыть в Россию, представиться с египетским миллионером, познакомиться с Еленой Владимировной и соблазнить ее. Кто заказчик? Ну, выясняем. Пока что нам достоверно известно, что переписка велась с человеком под ником. Энгельс-57. Энгельс-57. Как? Энгельс-57. Я, извините, я совсем забыл. Мне нужно идти. Простите, пожалуйста. Ну, что срочно узнать, где остановилась Ирина Деларен? Да, да, та самая. Жду. А как вы думаете, а у господина Мамонтова, у него быть враги? Ну, он же мэр. Обязательно найдется кто-нибудь недовольный. Энгельс-57. 57 год рождения. Пожилой человек. Почему вдруг Энгельс, немец, коммунист? Что это значит? Вот я дурак. Энгельс-57. Это же адрес квартиры Ирины. Эта улица сейчас называется Вазвиженская. Я знаю где-то. Поехали. Нет, 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 нет. Там вы ее не найдете. Она сейчас сняла дом. КОНЕЦ Продолжение следует... Здравствуй, Аркаша. Значит, ты вспомнил? Ты что творишь? Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай немножечко успокоимся. Тебе налить? Я налью. Нет. А я налью. Мне кажется, нам нужно поговорить. Ты знаешь, я сама не ожидала, что все зайдет настолько далеко. Что происходит? Что ты придумала? Происходит. Происходит. Все самое интересное произошло давным-давно. А ты все пропустил. С чего начать? Ну, наверное, с того волшебного дня, когда ты меня бросил. Это было тысячу лет назад. Ну, я, конечно, стара, но не до такой степени. Это было 27 июня. Я была на пятой неделе беременности. Что? Я все думала, как бы тебе поэффектнее об этом сообщить. Ну, не сообщила же. После того, как ты ушел к этой кривоногой и с плоской грудью, не сообщила. Когда любишь, то связанный мужчина ни к чему. Я тебя любила. Я тебя убить хотела. Но женить на себе помимо воли? Нет. Мой план был таков. Я попыталась вернуться к Шелихову. Переспать с ним пару раз. Ну, а потом заявить, что это его ребенок. Но не получилось. Хорошо, у тебя не получилось. А что же сделалось с этим ребеночком? Я сделала аборт. Врач был фиговый. Трошник, наверное. Поэтому детей у меня, Аркаша, больше не было. Это никогда не кончится. Это какое-то проклятье. Я больше не могу, доченька. Ну, кончится. Все обязательно кончится, дорогая моя. Ну, что тебе Горький сказал? Где Аркадий? Я не знаю. Это как-то связано со мной. С нами. Аркадий вернется, он все расскажет. Мам, почему это происходит с нами? За что нам это? За что мы расплачиваемся? Все. Любви в моей жизни больше не было. Мужикам не доверяла. А женщине без любви жить, как ты очень знаешь, грустно. Вот грустила я, грустила. А потом подумала, почему-то, собственно говоря, я должна грустить в одиночестве. И решила немножечко отомстить. Подогнала твоей женушке симпатичного молодого восточного паренька. Заплатила чуть-чуть. Ну, как? Полегчала? Нет, не полегчала. Но развлеклась. А, развлеклась, да? А ничего, что человека убить? Какого человека? Твоего симпатичного паренька. Это ведь ты написала ему сообщение от имени Элен. Приходи ночью на свидание в Усальму. Я ничего не понимаю. Какое свидание? Мамонтов, я хотела, чтобы твоя жена тебе изменила. На кой черт мне было приглашать на свидание этого Жигала? Знаешь, что она все равно не придет. Так вот, Джин, это машина Аркадия. О, какая трогательная встреча. Вот, значит, к твоему мамонтову, какие у вас неотложные дела. Понятно. А хотя, конечно, надо по вашей душе. Ну? Ну? И что вам нужно от нашей семьи? От вашей? Вообще ничего. Я уже все объяснила Аркаше. Это наши с ним счеты. То есть, вы хотите сказать, что все это совпадение, да? Вы приезжаете в Россию, чтобы отомстить мамонтову. Нанимаете какого-то мутного типа. И в Усальбе вдруг начинает происходить убийство. Позвольте, позвольте. Так убийство это ваш батенька. Я-то тут при чем? Послушайте, надо было его лучше охранять. Его палата в психушке. Это просто проходной двор. Дал тысячу рублей охраннику на руки. Все, пожалуйста, проходи. Ты была в клинике у Шелихова? Когда? Я-я-я вообще не понимаю. На каком основании? О, основание есть. Основание есть. Дело в том, что буквально 10 минут назад я получил результаты IT-экспертизы. Которые достоверно доказывают, что аккаунт Ирины Владимировны был взломан. И устройство, с которым произошел этот, как бы красиво сказать, несанкционированный вход, находится где-то здесь, в этом доме. Ну, по крайней мере, так показывает точка геолокации. Так что у меня есть основания предполагать, что это вы, госпожа де Лорен, пригласили нашего французского товарища Карима Амина на заминированный причин. И именно вы убили его. Дальше, как говорится, больше. Ровно вот в ночь побега товарища Шелихова из клиники, там чему-то вырубилось электричество. Поэтому я не смог увидеть его подвигов на камерах видеонаблюдения. Но подумалось мне, не посмотреть ли мне эти камеры за день до того, до его побега. И что же я там увидел? На одной из камер я увидел прекрасный, смутно знакомый мне силуэт. Так, госпожа Далбарена, это же вы приходили к Шелихову больницу. Значит, это именно вы подготовили его побег, ну и, возможно, убили его. Я звоню консулу и адвокату. Я не возражаю. А только вам все равно придется поехать со мной. Хорошо. Хорошо. Только я, с вашего позволения, переоденусь. Так, Миронов. Да. Надо, наверное, под руками потежурить. Так, стой. Так, это самое. Так, твой вопрос бесше. Да, ну, ладно. Поехали. Так, ладно. Думаете, она сбежит? Эта авантюриска может. Собирайтесь, пожалуйста, побыстрее! А, зараза, зараза! Чёрт! Где она? Ушла! Объявили оброзок. Слушайте. Ну что, Сергей Иванович, упустили опасную преступницу? Найдём. Она, скорее всего, во Францию рванёт. Сергей Иванович, у вас кровь, кажется. А, спасибо. Чего-то не заметил, а? Ну, прошу прощения, что пришлось опять собрать вас всех вместе. Но дело передаёт в Интерпол. Также мне необходимо придёте в порядок все документы. А вы знаете, я даже рада, что она сбежала в эту свою Францию. Ты с ума за что? Так спокойнее, Элен. Франция далеко. А если бы её здесь посадили, я бы каждый день думала, что она сбежит. Ну, какая, а? Я только не понимаю, зачем ей это всё было надо? Да, это очень странно. Ну, если её поймают и признают виновной, её же могут выдать? Франция не выдаст, может, даже не надеяться. Ну, почему? А я бы надеялся. Доказательств у нас достаточно. Карим Амина, он же Абу Мулинари, он же Джафар Аль-Араби, был наёмным убийцей, киллером. Ну, а его роман, все анонимный, был лишь прикрытием. Вот, выписки из банка, которые доказывают, что после каждого убийства, Карим получал гонорар от госпожи Де Лорен. Ну, естественно, это бумага неофициальная, потому что банк-то не отечественный, не российский, а банк иностранный. А вот уже официально показания актёра, который изображал перед камерами вашего папашу, я прошу прощения, господина Шерихова. По фотографии он опознал заказчицу, это была Ирина. Сюда бы ещё, конечно, эту бумажку со стихами приложить бы. Но, увы, бумажка утеряна. Ага, то есть вы нашли подельника. Ну, подельника громко сказали. Парень же использовали в тёмную, привезли его в усадьбу, переодели. Загримировали, сказали, что снимают документальное кино. Ну, и попросили походить перед камерами. Я не понимаю, что походил, привезли. Как это возможно? Ну, возможно, возможно. Видимо, Егор Ильич тоже был в этом как-то замешан, ну, начальник охраны, да? Ну, а что? Ирина, возможно, ему заплатила. Никому нельзя верить в наше время. Даже Свистушкину. Подождите, Карим убивал. Ирина заказывала убийство. А зачем? Какой у неё был мотив? Да, я не понимаю. Убита бабушка Алифтина, Шанский, Свистушкина, Акулина. В чём смысл? Ирина была лишь связующим звеном между Шелиховым и убийцей. Ну, то есть, фактически, фактически этот Шелихов опять затеял кровавую бойню в вашей усадьбе. А Ирина должна была всё это как-то организовать. А зачем она богата? Вовсе нет. После смерти мужа ей по завещанию досталась лишь малая часть наследства. Большая часть наследства досталась детям от первого брака. Так что впереди ей светила тихая, спокойная, очень скромная старость, к чему она, естественно, была не готова. Подождите, но если она убила Шелихова, то зачем? Нет, нет, нет. Шелихов умер собственной смертью от инфаркта. А Ирина вместе с Каримом просто сбросили тело в воду. Ну, чтобы вешать на него и дальше все эти убийства. А зачем убийства, если тот, кто платит, мёртв? Ну, поступления начали госпожи Голоранна продолжались до самого последнего времени. Значит, был ещё кто-то, ну, какой-то другой человек. Назовем его, скажем, душеприказчик. Который имел доступ к счёту Шелихова даже после его смерти. И мне, естественно, было весьма интересно найти его. И, возможно, у меня бы даже это получилось, но... Мне позвонили. И намекнули, что пора уходить на покой. Ну, то есть на пенсию. Ухожу с позором. А жаль. Ну что, Сергей Иванович, вы нам очень помогли. Вы же всё-таки распутали это дело. Мы теперь можем жить спокойно. Да. Это вон туда? Может, купим ещё шкаф, а? Может, вообще ремонт сделаем? Нет, ну а что? Всё равно на коробках. Новая жизнь. Новый ремонт. Нет, ещё одного ремонта я не выдержу. Это Вася, наверное. Вася? Да, денег упросить. Ну, пойду открою. Надо заканчивать эту порочную практику. Здравствуйте. Андрей Кузьмин? Да. Вам доставочка. Распишите, пожалуйста. Я не заказываю. Доставка из Франции. Спасибо. Посылка из Франции. Не открывай. Это от неё. Вдруг это бомба. Бомба? Бомбу не приняла бы служба доставки. Бедный, бедный Буратино. Где же золотой ключик? Может быть, ты плохо искал? Вернись и поищи ещё раз. Гадость какая. Дай выбор, шум. Ну, почему же гадость? По-моему, очень милый Буратино. Ты не находишь, что он похож? Длинный нос в рукава ты видна. Совершенно не похож. Что она хотела этим сказать? Да. Сергей Иванович, здрасте. Да, вы очень вовремя, как раз. Вот получил нечто странное. Да, 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 да. От госпожи Делорен. Покажу. Обязательно покажу. Но сейчас я тоже не могу, потому что мне надо ехать в усадьбу, готовиться к первому сентября. Всё-таки школа будет. Да, всего доброго. Ну что, я поеду. Я с тобой. Я, между прочим, подумала над твоё предложение. Я согласна. Снова выйти за меня замуж? Мы, между прочим, с тобой не разведены. Я согласна работать в твоей школе учителем ботаники. Есть осознание. У меня это будет называться так. Хорошо, господин директор. Так вот же эти стихи. Хочу бей, не помню, как я их туда сунула. Выкинуть? Не надо, не надо. Горький всё плакал, что они ему нужны в дело подшить. Хотя мне, на самом деле, кажется, это для его книги. Возьми, читал следователя Слава, а? Завтра отдадим вместе с открыткой Ириной. Что, скоро можно открывать музей? И мама собирается переезжать на следующей неделе. А я всё думаю про эти цветы. Но не могли они сами вырасти. Тот, кто их посадил, наверняка знал об их свойствах. Ну, да-да-да-да. В ту ночь, когда взорвался мост, охранник спал. Предположим, первые убийства были совершены при содействии Свистушкина. Понятно, что Свистушкин нейтрализовал охрану. Далее пустил Карима, которого он знал. Карим его убил. Но как объяснить убийство Акулины? Как её труп оказался в подвале? Почему охрана ничего не видела? Свистушкин был мёртв. Но Горький считает, что Свистушкин подкупил охрану при жизни. Или это сделала Ирина? Но доказательств нет. Эти цветы, они родом из Таиланда. Именно оттуда прилетела Акулина. Совпадение? И, судя по всему, они были посеяны осенью. Как раз, когда она появилась в доме. Допустим, она их посеяла. Она очень много странных вещей делала. Но она не годится на роль убийцы. Её само убили. Всё-таки, мне кажется, она что-то знала. Андрей, а ты веришь, что Акулина обладала паранормальными способностями? Ну, разумеется. Способностями к обману и манипуляциям. Вот именно. А как ты объяснишь, что она знала, что Шелихов мёртв? Болтала. Попала пальцем в небо. Не похоже. Акулина появилась в доме за несколько месяцев до того, как всё это случилось. А что ей было нужно? Ну, она обхаживала маму. Надеялась на наследство. Но она не уехала из дома, даже когда Нальвеленна уехала. А в доме было опасно. А что, если то, ради чего она сюда приехала, было связано именно с домом? Хорошо. Ты думаешь, что она что-то тут искала? И вот ещё. Тебе не кажется, что после того, как всё это случилось, искать что-то в доме стало гораздо проще? Музей закрыли. Туристов выгнали. А потом уехали все, кто здесь жил. Хорошо. Ну, что можно было тут искать? Ты о чём думаешь? В записке Ирины. Верните, поищи ещё. Откуда она могла знать про Буратино? В каком смысле? В комнате, где я был. Там была книжка про Буратино. В какой комнате, Андрей? Пойдём, я покажу тебя. Туда. Туда. Ничего себе. Идём. Осторожно. Ужас какой. Не трогай. Ноутбук не трогай. Золотой у ключика или приключения Буратино. Старое можно? Книжку можно. Что это? Марк, изумруд, богатство, удача в делах. Верлен, сапфир, невинность и красота. Это Владимир Маркович писал? Ну, явно он. А ну-ка, дай-ка стихи. Видишь буквы? Угу. И вот здесь буквы. Почерк разный. Значит, это писал не Шелихов. Или вот это писал не Шелихов. Если в доме что-то искали. Как ты думаешь, кому это могло быть удобнее всех после того, как начались убийства? Здорово, ребятки. Спокойно. Где камень? Террино. Так это вы были. Я прошу прощения за штамп. Но вопросы здесь задаю я. Камень. Где камень? Мы не знаем ни про какой камень. Отпустите. Это очень печально. Спокойно, 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 Андрей Владимирович. Плохо, если вы не знаете, где камень? Мне придется вас убить. Сейчас. Сейчас. Я покажу. Я покажу, где камень. Так, что происходит, а? Это что? Бонжур, манами. Меня зовут Владимир Шелихов. Я хозяин этого дома. Кто бы ты ни был, ты не мой наследник. А то простые грустные причины, что наследников у меня нет. А значит, ты чужой. Еще один птенец. Кукушки в моем родовом гнизе. Если ты это слушаешь, значит, мне не судьба жить в доме моих предков. Но и тебе не судьба здесь жить. Да и просто жить тебе не судьба. Впрочем, каждый заслуживает шанса. Если ты не знаешь, где вход и где выход, где конец и где начало, ты умрешь. Если знаешь, набери ответ. У тебя только один шанс. Андрей Владимирович, вы же уже были в этой комнате. Значит, наверное, знаете пароль. Водить. А это вряд ли. Я открою. А дальше что? Пистолет-то у вас. Тем более. А. У меня пистолет. Я вот сейчас ее убью. Представили тебя, не выйдите отсюда. Мне без нее жить незачем. Можете быть уверены. Останемся здесь с вами навеки. Звукоизоляция отлично. Никто не найдет, раз уж вы не нашли эту комнату. А? А что произойдет через 15 минут? Понятия не имею. Может быть, взлетимся на воздух. Взяли. Скотина. Приглашил бы его собственными руками. Ребята, милые мои, хорошие. Пойдем договоримся. Вы будете пароль? Вы пускайте меня, отдающий мне камень и дайте мне форой. Всего 5 минут. 5 минут и меня больше никогда не увидите. Вы простите, как-то я не верю вам. Давайте вы мне отдадите пистолет. А я вам дам камень, а? Разойдемся, как море кораблей. Ну, вы же меня знаете. Я не выстрелю. Андрей Владеевич. Андрей Владеевич, мой дорогой, я что-то вам не верю. Так это все было ради камней? Да? Это Шелихов вам про них рассказал? Ну, естественно, милые. Естественно, Шелихов захотел меня включить в свою игру. А вы затеяли свою. И разыграл ее блестяще. И мне осталось сделать последний ход. Андрей, камень. Ох, как обидно-то, а? Никто не узнает о ваших подвигах. Честно говоря, мне очень хочется рассказать. Очень. Такая блестящая партия без одного свидетеля. Ну, так поделитесь. У нас вон еще 13 минут есть. Знаете, сначала уже все было без всяких изысков. Все было придумано достаточно просто. Если бы все пошло по плану, то даже хвастаться было бы особо нечем. Но ваш батюшка, господин Шелихов, придумал, как ему казалось, хитрованный план. Старались ошибиться только в одном. Он совершенно не разбирался в людях. А быть шестеркой, знаете, как-то не мое. Но я сначала выразил удивление, потом восхищение. Ну, потому что наживка была слишком велика. Фамильные драгоценности. Уникальные камни. Баснословной стоимости. Итак, господин Горький, на этой схеме первый из 12 уникальных камней, которые я в свое время заложил в усадьбе, будем считать этот изумруд пилотным. Вы найдете его, убедитесь, что я не облифую, и тогда мы продолжим с вами вместе. Не, ну, возможно, другому человеку я бы и не поверил. Но Шелихов, ваш батюшка. Шелихов был чудаком. Я это узнал. И он мне рассказал, что где-то в усадьбе. Он соорудил 12 яничков, в каждой из которых положил драгоценный камушек. Он все строго по феншую. Ну, считал, что каждый камень создает какую-то такую своеобразную энергетическую помещение, которая потом передается, естественно, человеку. Ну, что, детские изумруд поможет Марку стать хорошим бизнесменом. Софира вырастет из Лен допрепорядочную девушку. Алмаз подавит двухолетие матери, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, естественно, их можно было продать потом, когда наступит черный день. Но черный день у Шелик вот так и не наступил, а потом он узнал, что все у династии, то есть вы к нему, собственно говоря, не имеете вообще никакого отношения. Ну, и стал потихонечку вас уничтожать. Ну, и в житации о камнях он как-то и забыл, а потом вспомнил, и решил подарить их мне. Ну, как подарить? Не подарить, естественно, а отблагодарить. В том случае, если следователь Горький, поможет им убежать. Я должен честно признаться, что я по юности писал стихи. Ну, набаловался, так сказать, да. Ну, и тогда я сел за стол, накропал что-то в стиле где снегрисят решили пообедать. Естественно, поделал почерку вашего батюшки. Зачем? Мне был нужен повод, чтобы появиться у вас в усадьбе, создать там небольшой переполох, и незаметно проскочить на второй этаж, где Шелихов мне указал вместо первого тайника. И пока вы там откачивали маменьку, я поднялся на второй этаж и нашел первый камень. Ваш батюшка меня не обманул. Поверьте мне, тогда я совершенно не собирался никого убивать. Я просто думал, что с помощью Шелихова я потихонечку соберу все камни, потом его скручу, отдам обратно в психушку и пусть он всем рассказывает, как следовавший Горький и покичил у него фамилии и драгоценности. Ну, кто ему поверит? Кто? Но у меня появилась свидетельница, вернее, я бы рассказал конкурент. Это ваша ясновидящая Акулина, который Шелихов, старый дурак, рассказал про камни. Ну, и она, когда погорела на своих делишках, приехала в усадьбу, развела вашу матушку. Ну, и получила в усадьбе про сечки свое полное распоряжение. Одно маленькое но. Она не знала, где искать. А я знал. Ну, что пошло не так? Вы вытащили Шелихова из психушки и убили его. Я убил Шелихова? Так, конечно, нет. Что, я сумасшедший, что ли? Он же еще не отдал мне камни. Это психовый убил сам своей собственной смертью. И тут учудил. Надо сказать, у меня же было расписано все совершенно по-другому. Ну, мне моя подельница Акулина давным-давно рассказала, что есть волшебная травка, которую она подмешивала охране, когда ей нужно было погулять по дому. Ну, незаметно. Она же тоже эти тайники искала. Ну, и вот вытащил я Шелихова из больницы. Там, правда, нехороший инцидент произошел. Но пришлось убить водителя. Хороший мужик был, хороший. Жаль, но что делать? Как говорится, издержки производства. Ну, вот, идем к Шелихову посаду. Охрана у меня спит. Вы воркуете в доме. Я так понимаю, что часа через два уже бы легли спать. И вдруг Шелихов расчувствовался. Я смутить не хочу тишину. С тенью ночи к тебе я скользну. Вы любите Бадлера? Только поэт способен выражать иные чувства и иные мысли. Мое детство, оно прошлось здесь, под этими сводами. Валерий Маркович, вы точно помните, где спятали камни? Я все помню. Я помню каждое дерево, каждую ступеньку. Здесь я был счастлив. И здесь разбилось мое сердце. Это боль, она всегда со мной. Что с вами? Скорую. Скорую. Какая скорая? Вы с ума сошли? Пришлось срочно искать выход. Но нельзя было допустить, чтобы все узнали о том, что Шелихов умер. Так что я нашел веревки, привязал камни к телу и в пруд болтых. Хотя остался я на бобах. Ну, как? Сокровища есть? А где именно их искать? Непонятно. Но естественно, нужно было поддерживать как-то легенду, что убивает Шелихов. Вот это было трудно. Я нашел актера, похожего на старика. Мы с Кулиной сняли его, как говорится, во всех локациях. Ну, и надо было продолжать убивать, ну, чтобы как-то оправдать свое органичное появление в вашей усадьбе. Ну, и естественно, я обыскивал комнату за комнатой, подвал за подвалом. Ну, вам-то я говорил, что я ищу, как Шелихов проникает в усадьбу, а сам я искал тайники. Да. Ну, и необходимо было, естественно, самому вести как-то все это дело. Ну, чтобы менять камеры видеонаблюдения, улики, результаты экспертиз. Ну, а как? Тут мне пришло в голову, что стишки я сфигу удачные. По этой схеме я и пошел. Первой была бабка, но в ее комнате ничего не нашлось. А под шумок я обыскал соседнюю. Именно в ней она жила раньше. Вообще, я человек не злой. Ну, раз нельзя было обойтись без жертв, я выбирал тех, кому и жить-то не стоило. Древняя старуха, мать-убийца, жулик, трясущийся за свою жизнь. Мошенница, наживающаяся на материнском горе. Еще один международный жулик, который чуть не опозорил вашу сестру. Вас жалко. Вот вас двоих жалко. Еще водителей в психушке. Прямо тяжело на сердце. Да вам медаль за милосердие надо дать. Понимаю вас. Но, естественно, в ваших глазах я же выгляжусь сволочью, да? Сволочью? А что лучше? Быть хорошим человеком с пенсией в 20 тысяч рублей? Или плохим, но миллионером? С драгоценностями? Выбор, как мне кажется, очевиден. Да. Нет таких, как вы. Скажите правду, Егор Ильич, был вы в деле? С Фисушкин? Нет. Он честный мужик. Там дурак. Ну, сами подумайте, ну, как можно завалить охранника на охраняемой им же территории? Туда ему и дорога. Ну, а то потом была уже и Акулина. Она сама себя приговорила. Ну, связи с ними были совершенно не нужны. Тем более, что это должно было стать последнее убийство. Последнее. Ну, один из камней я к тому времени уже нашел. Остался только алмаз. Камень силы Шелихова. Самый дорогой и самый крупный. Мне Шелихов про него рассказывал. Именно он давал ему силу Льва, Бесстрашие Орла и Мудрый Змеи. Не, естественно, для начала я обыскал комнату Шелихова, но ничего там не нашел. Ничего. Значит, что? Значит, была какая-то тайная комната. И вот тогда, именно тогда я начал эти раскопки. Ну, якобы я искал тайный ход, а на самом деле я искал вот эту комнату, где был стрянан алмаз. Ну, и Акулина. Она же идеально подходила на роль подручной Шелихова. Шелихова убивал, Акулина ему помогала. Я даже, знаете, что подумал, я же подумал, что мне, возможно, за это расследование звездочку какую-то дадут. Ну, было бы забавно, а? И тут ты запустил в пруд водолазов искать свое дурацкое кольцо. И я понял. Они же найдут труп Шелихова. Он стал встал на меня просто мина из-за медленного действия. Вы понимаете, каково это, а? Нужно было придумывать все то же самое, оправдать все эти убийства, но без Шелихова. То есть, и угрожающие письма, и побег из психушки, и эти записи видеокамер. Любой бы сдался. Согласитесь, любой. Но не я. Не я. Как там было у поэта? Айда Горький, Айда Сукин сын. Я придумал комбинацию еще красивее предыдущей. Ну, про интригу. Ирины с Каримом я узнал сразу же после наезда джипа на вашу племянницу. Мне так как чуйка подсказала, что не надо их закрывать. Что мы имеем на руках? Дама, которая платит за услуги некоему мутному типу, и валет, который имел идеальный бэкграунд. И вот так, вроде бы, сбросовых карт у меня сложился просто в флэш-трое. Надо было взорвать одного, поставить другую, ну, и покинуть вам некие сведения от себя. Все. Хорошо, что Ирине удалось сбежать. Вы что, действительно думаете, что я позволил ей уйти? Ей. Я же профессионал. Ирину никак нельзя было в живых оставлять. Никак. А! 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 Но дело передано в Интерпол. Они быстро выяснят, что Ирина не покидала Россию. Значит, мне нужно валить как можно быстрее. А что же не свалили раньше? Свалить и оставить самый драгоценный камень здесь? Ты понимаешь, каких трудов мне все это стоило? Тьфе! Нет. Горький привыкти до конца. Ну, тем более, что ты мне уже сказал про тайную комнату, которую ты нашел. рассказал мне про книжку про Буратино. Так что мне оставалось только вас немножко просимулировать. А посылка из Франции? Ну, естественно, не от покойной госпожи Доллорен. То есть, если вы повелись. Как дети? Ладно, Андрюш, все, давай, заканчивай. Времени у нас осталось очень мало. Ну, правда. Ты умрешь быстро. Ну, а мы с Ниной или взорвемся, как ты говорил. Ну, а мы остаемся поебать здесь. Долгой, мучительной смертью. У меня будет очень плохое настроение. Очень. Ну, а давай камень и вводи пароль. Камень у меня. Весело с вами, ребята. Весело. Ну? Водей, пароль, пятница. Пятница. В пятницу все начинается. В пятницу все заканчивается. Это, пожалуй, единственное, в чем я с ним согласен. Дорогие дети, а также их родители, я поздравляю вас с первым учебным днем в этой новой замечательной школе. Спасибо. И слово предоставляется нашему директору Андрею Кузьмину. Прошу. Даже не верится, что все это происходит. И я счастлив, что все удалось, что сегодня мы начинаем этот путь вместе. И я вам обещаю, что вы не пожалеете. Поздравляю. Спасибо. Когда уезжаете? Сразу после суда, Леночка после всей этой истории вымыталась. Я думаю, что ей Мальдивы придут на пользу. Да, да, да. А правда, что Горького мусорит пожизненное? Ну, восемь убийств и покушения. Ну, он заслужил пожизненное. Да, да, да. Ладно, удачи. Да, счастливо. Спасибо. Поздравляю тебя. Спасибо. Я люблю тебя. Что ты сказал? Я люблю тебя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»